Всем привет друзья. На днях я заметил, что даже не в жаркую погоду вентилятор включается на полную мощность. В данный момент, когда я проверял термостат, ошибка была актуальна. Вот написано, ошибка актуальна. Ошибка P059700, термостат системы охлаждения имеет электронную неисправность или обрыв. Термостат электронный и клапан должен открыть в пределах 92 градусов, ну максимум 93, но вот сейчас я проверяю и полностью холодный, то есть клапан не открывается. Уже вот включился вентилятор, но пока опять холодный и клапан не открывает. Здесь холодный. Вентилятор крутится на полную мощность. Все, уже клапан открыл. Здесь горячо уже. Уже 92. Кстати друзья, давайте немного расскажу о работе термостата. Вот та температура, которая показывает у вас на приборной панели, это не реальная температура. Вот посмотрите, здесь через диагностику показывает 72 градуса. На приборной панели в данный момент 10 градусов выше, то есть 83 градуса уже. То есть разница 10 градусов. Вот сейчас уже на приборной панели 90 градусов. И на приборной панели температура колебается от 92 и 93 градусов. Сейчас скажу, когда 92 и 93 градусов. Когда здесь температура достигает 82 градуса, на приборной панели уже 92 градуса. И больше не меняется температура до 96 градусов. Вот сейчас через диагностику уже показывает 95 градусов, но на приборной панели опять 92 градусов. На 96 градусе также 92 градусов. Вот начиная с 97 градуса на приборной панели уже поднимается 1 градус. То есть 93 и все застревает на 93 градуса. Больше не меняется. Значит клапан открывает от 102 градуса. Вот сейчас посмотрите, 99 градусов, сейчас посмотрите. Клапан пока не открыт, термостат не открыт клапан. 99 градусов, но на приборной панели показывает 93 градуса. 102 градусов, клапан на термостат открывает и сразу температура снижается. Вот посмотрите. Термостат открыл и сразу температура снижается, циркулируется через радиатор. И также на приборной панели температура снижается на 92 градуса. Я это рассказываю, чтобы вы поняли именно работу термостата и вообще в целом. То есть когда у вас на приборной панели 92, когда 93 и так далее. Температура на приборной панели уже показывает 94 градуса, когда в системе уже 105 градусов температура воды. Вот посмотрите, также вы можете это посмотреть через эксцентры. И выбирайте B114, это именно датчик охлаждающей жидкости. Вот посмотрите, температура охлаждающей жидкости 105 градусов. И на приборной панели 94 градуса. Вентилятор начинает охлаждать, температура начинает падать на 102 градуса. И уже на приборной панели становится 93 градуса. А сейчас давайте покажу как делать тест термостата и узнать работает или есть проблема. Заходим в тип привода. Блок двигателя. Нажимаем далее. Я все это делаю через OpenPort, вы уже знаете. Нажимаем проверки. Нам нужен конструктивный узел R48. Вот элемент подогрева термостата в системе охлаждения. Элемент подогрева системы охлаждения. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Нажимаем далее. Здесь опять нажимаем далее. И вот здесь сейчас нам нужен, чтобы температура достиг 65-70 градусов, чтобы автоматически начался процесс проверки. Заводим двигатель. Заводим двигатель. Температура уже достиг 65 градусов и автоматически начался процесс проверки. Проверка занимает 6 минут После проверки видим, что проверка была в порядке, то есть нет никаких проблем с термостатом Но вот именно дело в том, что вот нажимаем далее, и заходим в коды неисправности и видим опять, что именно ошибка актуальна, то есть проблема есть Значит, друзья, в каких ситуациях появляется ошибка P0597? Ошибка появляется, если модуль управления АКПП обнаружит проблему, связанную с термостатом двигателя Обычно данный код ошибки указывает на короткое замыкание или обрыв цепи управления нагревателем термостата Вместе с кодом P0597 могут также появляться коды ошибки P0598 и P0599 Это зависит от марки автомобиля, например, код P0597 обычно появляется в автомобилях немецкого производства, таких как Mercedes, BMW, Volkswagen, Jaguar, Opel, Mini и т.д. Наиболее распространенной причиной ошибки P0597 является наличие поврежденных или подвергнутых действию коррозии электрических соединителей Также может быть неисправность термостата, утечка охлаждающей жидкости и также короткое замыкание или обрыв проводов вокруг термостата Также существует вероятность выхода из строя системы управления двигателем, однако это редко случается Перед заменой термостата необходимо рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки Также один из вариантов появления этой ошибки это если уровень жидкости ниже и термостат может прогреваться и это может привести к появлению данного ошибки У меня уровень была ниже чем обычно, но автомобиль не предупредил об этом, но я на всякий случай добавил дистиллированную воду и в моем случае проблема осталась Также вроде утечки нет, все сухо, я проверил несколько раз, остался проверить электрические соединители на предмет коррозии Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании ошибки P0597 является замена термостата В то время как проблема может быть заключается именно в повреждении или неисправности электрических цепей Эта ошибка не так серьезная если нет угрозы двигателю, то есть если двигатель будет прогреваться, это может привести к серьезному повреждению его компонентов Буду следить, буду проверить из-за чего эта ошибка у меня появился и если это из-за термостата, буду менять термостат и опять сделаю подробное видео На этом все друзья, всем спасибо и удачи на дорогах